да друзья прекрасно отлились колечки как вы помните это будет кольцо в два цвета то есть я делал одно желтым цветом другое белым цветом две опоки были сделаны и отлиты отлились довольно неплохо есть маленькие пузыречки вот в этом вот в белом литье вот здесь есть совершенно мизерные вот здесь пузыречки есть где будут ставится камушки но это ничего страшного она все высверлится поэтому нам там ничего не помешает это белый цвет и это обычный стандартный красный цвет или желтый цвет или розовый цвет но он ближе к розовому цвету будет здесь все хорошо отлилось ну и собственно говоря на данный этап времени сейчас я буду делать полную обработку подгонку опилку буду все подгонять то есть мне нужно будет вот эти два кольца две заготовки соединить в одно кольцо и спаять одним целым но для этого мне нужно очень четко тонко детально все подогнать чтобы нигде не было не щелей не зазоров не было все чтобы было очень четко подогнано чтоб шинка была одним единым целым и чтобы верхушечка кольца тоже гармонировала симметрично грамотно было все вдруг дружки чтобы все прилегало так самое простейшее что сейчас я сделаю ну там отпилю корольки кусать я не буду тут довольно толстый литничок поэтому я отпилю лобзиком и пойдет очень четкий детальный подгон всех деталей это займет очень долго времени возможно где-то я что-то пропущу где-то что-то прокомментирую в процессе работы в общем погнали делаем работу а самое простое что сейчас здесь будет как я уже и сказал это опилить королек все лобзик пивочка троечка и отпиливаем королек как обычно вы знаете да отпиливаем королек чуть-чуть немножко с запасом не прям в корень шинки а оставляем немножечко немножечко такой вот бугорочек это на тот случай на предмет опилки напильником чтобы не промахнуться и не спилить сразу лишки я всегда оставляю маленький незначительный бугорочек видите вот такой вот бугорочек то есть прям под корень вот так вплотную к шинке я никогда практически не спиливаю королек я лучше оставлю бугорок и потом подточу под пилю чтобы шиночка была красивая и не дай бог там не спиленная лобзиком что вполне конечно это вероятно что вполне это может произойти поэтому от пилевой именно так пилочка ломается это тоже вполне естественный процесс поэтому кстати она уже давно мне стоит эта пилочка пришло ее время заменить как вы знаете пилочки я беру вот из такого гроза достаю гроз связанный начатый почти добитый гроз вот отсюда достаю пилочку откручиваем барашек опилки естественно вот так вот смахиваем рукой пальцами чтобы чтобы избежать угара по металлу вот так вот не поленитесь смахните опилочки теперь выберем направление зубцов пилки все вставляем в лобзик натягиваем пилку смазываем обязательно парафином вот смазали парафин пару раз вот так вот по финагелю провел и и теперь отпиливаю так где она у меня тут закусила вот в этом месте на на ребре закусила все отпилили тоже вот такой вот бугорочек теперь я буду обрабатывать подпиливать и подгонять плоскости и поверхности как у нас будет это выглядит выглядеть будет вот так вот то есть я вот так соединен два кольца здесь как видно есть небольшие довольно таки щели и сопрягаемой поверхности нету то есть нам нужно будет сделать плоскости и места где будут две детальки между собой плотненько подгоняться сопрягаться здесь два цвета белый металл и красный металл естественно будут разные опилки по металлу то есть нужно будет как-то разъединять опилки либо обрабатывать одно кольцо убирать опилки и обрабатывать второе кольцо отдельно собирать опилки что как бы не очень удобно и это будет довольно долго но так как обработки здесь будет не очень много поэтому опилки можно соединить то есть в одно собрать за одно все все два цвета но это в том случае если у вас незначительная не обработки и мало опилок ну собственно вот такая вот сейчас будет работа начну наверно с красного теперь можно подогнать вот этот вот бугорочек который остался на шинке подгоняем шинку шинку отпилил крупным опильником теперь мелкие полукруглую и с одной стороны плоский другой круглый и спиливаем возможные каверны всякие шероховатости по плоскости где кольцо между кольцами кольцо с кольцом будет сопрягаться ну собственно говоря сейчас это будет очень долгая тропотливая затяжная работа в таком же духе продолжаем точно так же и с белым кольцем одну сторону слегка опилю теперь вторую сторону точно так же вот теперь полукруглой частью работаем шероховатости и каверночки подпилю в более плоскую более плоское состояние а теперь соединяем предварительно кольца и смотрим в какую сторону где будет меньше щелей зазоров вот здесь видно что много слишком придется подгонять большие зазоры большие щели переворачиваем вот так а вот таким образом довольно таки более все симпатично меньше щелей и меньше зазоров значит вот эти две стороны мы и будем подгонять намечаем их запоминаем и делаем пангонку именно этих сторон где наиболее меньше придется нам здесь практически практически все соприкасается почти без щелей но естественно все равно доработка нужно будет и здесь по шинке но здесь шинку придется выгибать подстукивать рифтовать в общем такая задача соединить два кольца друзья в процессе работы и обработки и подгонки двух колец были внесены сейчас некие коррективы то есть немножечко ушли от концепции первого к другому формату то есть сейчас решено все таки сделать это колечко вот такого вина то есть с одной стороны с правой и с левой то есть слева и с правой стороны будут стоять камни они как в первом случае было задумано с одной стороны вот так так будет более сливаться в едино двухцветка а если разворачивать в разные стороны то двухцветка будет более ярко выражено белое и красное золото ну и по камням тоже будет более симпатично ну опять же дело вкуса но то есть решено так вот конечный вариант будет выглядеть таким образом ну вот сейчас по обработке видно уже цвет металла и по дизайну тоже будет необычно то есть снизу будет видно вот окантовка грань белого цвета с одной стороны и с другой стороны будет видно очень четко ярко выражена окантовка цвета металла нежели в первом случае если соединять в одну сторону то только цвет металла будет играть с одной стороны и с другой стороны тут видите как идет дизайн тут полукруглый здесь прямоугольный то есть вот так если разворачивать и делать справа слева то здесь кантик получается белый здесь получается красный ну в принципе прикольно в общем остановились на этом варианте и продолжаем придерживаться этой концепции ну а сейчас мне нужно связать проволокой и сделать легкую пайку здесь и здесь чтобы продолжать дальше рихтовать для рихтовки мне нужно сделать пайку поэтому я сейчас обвяжу проволокой вот такой вот не хром вот такой не хром бинтер который не контактирует с металлом даже если попадает припой он не припаивается это проволока не припаивается не контактирует с металлом и припоем я использую для обвязки в пайки и так давайте сейчас сделаем обвязку то есть соединим две детали между собой наверное раз два три четыре четырех местах первым делом вот здесь вот шиночку обвяжу обвяжу сделаем фиксацию перед тем как паять есть сейчас сначала это предварительно будет обвязочка не сильные поджимаем слегка это для того чтобы вымерить симметрию и чтобы пашенка была одинаковая симметрия потому как идеальную симметрию не спаять идеальное прилегание двух деталей чтобы вот внутри был диаметр шинки одинаковым чтобы впоследствии не делать еще одну подгонку так просто очень трудно делать пайку возможно но трудно лучше вот так обвязку сделать обвязка фиксирует детальки и не дает сдвигаться деталям уходить куда-то в сторону при пайке и тогда когда вы фрисуете то же самое фиксация есть фиксировали при нагреве тоже металл может деформироваться играть сдвинуться с того места как вы запланировали поэтому вот фиксацию лучше обвязать и никуда она не идет стороны никуда не сдвинется вот здесь я еще не обвязал потому что здесь есть большие зазоры мне важно сейчас чтобы вот здесь был было хорошее прилегание и внутри вот здесь пашинки тоже чтобы был идеальное прилегание идеальная симметрия и идеальная окружность в таком состоянии сейчас фрисую делаю очень легкую точечную палечку прям чуть-чуть совершенно чуть-чуть немножко наношу припой чтобы только прихватить два кольца между собой с последующей с последующей возможностью распайки к примеру допустим двух деталями между собой потом сайшаем совершенно немножечко одну капелечку прям так тюк тюк все две точки сделаю чтоб просто она фиксировалась но и после этого буду рихтовать вот здесь шиночку чтобы потом точно так же спаять более качественно чтобы был шов но в единую целую шинку я здесь делать не буду то есть тут какой там бы не такой дизайнерский дизайн дизайн дизайнерский да вот с таким вот просветом так я и оставлю сейчас я флисую то есть вот так обвязал зафиксировал легкий нагрев флюс флюс флюсуем подогреваю что взялась корочка вот так сейчас металл после нагрева возможно возможно можно менять форму поэтому еще раз смотрю как зафиксировано кольцо какая обвязка ушла или не ушла обвязочка то есть внутри вот так проверяю совпадает ли у нас внутренний диаметр или куда-то ушел в сторону нет вроде фиксации держит вот ничего никуда не сдвинулась ну и здесь тоже естественно сверху сейчас все вот так просмотреть надо вот и теперь можно уверенно сделать пайку паять буду внутри пушинки чтобы здесь ничего не портить припоем не подлить не залить поэтому вот так сейчас внутри пашинки сделаю пайку капельку припоя маленькую-маленькую капельку вот так раз ну и так же еще в двух местах пропаяю здесь здесь ну и этого будет достаточно для дальнейшей рифтовки колечка сейчас она остынет я отбелю сниму бинтер и рихтану шиночку дальше не забыл не забыл для дальнейшей рифтовки дэки в двух местах так и Продолжение следует...